Пока датчане грабили остатки Франкской империи, норвежцы поставили перед собой другую цель – британские острова. Все начиналось с набегов на побережья Англии и Шотландии. Но потом викинги поняли, что на этих островах климат гораздо более умеренный, чем в Норвегии. И тогда они стали создавать там зимние аванпосты. А в теплое время года с них было уже гораздо удобнее совершать набеги, потому что они были ближе к нужным целям. Одной из самых привлекательных целей оказалась Ирландия. Остров был богат драгоценными металлами, камнями и славился мастерами, которые делали из всего этого украшения. Первые атаки на Ирландию обрушились в начале 830-х годов. Викинги грабили прибрежные монастыри и исчезали до того, как местные войска успевали собраться, чтобы дать бой. Как я уже говорил в прошлом ролике, викинги были язычниками, а потому на христианские монастыри они смотрели как на беззащитные склады со всякими дорогими ништяками, которые можно опустошать, не включая режим берсерка. У меня он активируется невольно, когда я не могу распутать наушники, найти второй носок или разобраться в подписках на различных онлайн-платформах. К счастью, с последним на помощь мне пришел Дом.ру и его тариф «Засмотрись». Это сразу 4 онлайн-кинотеатра в одном пакете с огромной библиотекой контента в HD и 4К. Кинопоиск, Амедиатека, Иви, Старт. Все управляется с одного аккаунта и через удобное приложение. Никакой путаницы, никаких нервов. Просто подключи приставку Movex. Разумеется, без кучи проводов. Только комфортный Wi-Fi. Вдобавок ты получишь более 190 ТВ-каналов и более 100 тысяч фильмов и сериалов на любой вкус. Вот уж действительно хоть засмотрись. Ну и самое главное, стабильный интернет со скоростью до 500 мегабит в секунду. Этого точно хватит на максимальное качество изображения для всей семьи. Кстати, родители смогут легко заблокировать нежелательный контент для детей. Так что скорее залетайте по ссылке в описании и подключайте тариф «Засмотрись» со скидкой в 50% на первые два месяца пользования. С Дом.ру все к добру. Так вот, в основном викинги нападали на прибрежные монастыри Ирландии. А это Тургейс. Его набеги были не просто набегами, а целыми речными походами вглубь острова. В 841 году он захватил гавань, построил там стены, порт и объявил себя королем всех иностранцев в Ирландии. А новый город назвал в честь его черных озер – Дублин. Дублин стал постоянной базой викингов, а также крупнейшим центром работорговли в Западной Европе. Когда у франков стало заканчиваться серебро, чтобы платить выкупы датчанам за захваченные города, да и вообще франки стали сильнее сопротивляться, датчане просто отправлялись в Дублин и присоединялись к норвежцам. А Тургейс отлично руководил этой коалицией. Он основал еще несколько городов – Корк, Уэксфорд и Уотерфорд. А в 844 году совершил набег на Лимерик. Тургейс говорил о Ирландии, как о новом скандинавском королевстве. А короли Ирландии, разумеется, хотели остановить его. И в 845 году у них это получилось. Неизвестно, как они поймали его, но история помнит его казнь. Тургейса привязали к камням и бросили в реку. После его смерти Дублин погрузился в пучину насилия, потому что без лидера викинги разделились по национальной принадлежности, и началась гражданская война. Обе стороны были обречены уничтожить друг друга, но все-таки смогли договориться. Превратить Ирландию в скандинавское государство надежды уже не было, но деньги все еще можно было зарабатывать. Скандинавские города в Ирландии по-прежнему оставались важными торговыми центрами и хорошими базами для сбора викингов и нападений на англосаксонские королевства. Этим они и занялись. Жители Дублина, уехавшие воевать в Англию, редко возвращались, и к 870-м город начал испытывать нехватку рабочей силы. Параллельно ирландцы постепенно отвоевывали у викингов землю обратно, а потом в 1014-м году Бриан Бору окончательно покончил с властью скандинавов на острове. Но за это время скандинавы успели сильно повлиять на Ирландию. Они включили остров в свои обширные торговые сети, поэтому он даже начал появляться в арабских атласах. Благодаря викингам Ирландия узнала о мире, и мир узнал об Ирландии. А смешанные браки скандинавов и ирландцев привели к появлению поколений, которые в значительной степени ассимилировались. Эти типа викинги родились там, были христианами, и многие из них даже сражались на стороне Бриана Бору. А еще скандинавы снова ввели рабство в Ирландию, от которого там уже давно отказались. Теперь оно снова было социально приемлемым. Ирландцы даже порабощали самих скандинавов, и работорговля пошла на убыль, только когда викинги-норманы вторглись в Англию и Ирландию, и принесли с собой феодализм. Короче, да, одни викинги начали работорговлю, а другие викинги ее прекратили. Вообще, эпоха викингов началась на Востоке. За 40 лет до первого набега на английские острова, шведские викинги уже торговали с кочевниками в Финляндии, и совершали набеги на земли современной Латвии и Литвы. Восточные земли были многообещающими, и там были реки, которые вели к очень богатым торговым центрам. Волга текла на юг до Каспийского моря, оттуда можно было добраться до Багдада, а Днепр вел к Черному морю и Константинополю. Первоначально они сосредоточились на Волге, они плавали на юг и встречали большое разнообразие народов и культур. Славяне, кочевые степные народы, тюркские племена, а также многонациональные и многоконфессиональные земли Хазар, пройдя которые, они могли спустить свои лодки на воду в Каспийском море, пересечь его, а потом территорию современного Ирана, и добраться до жемчужины мусульманского мира, Багдада. Там они могли обменять мед, меха и порабощенных по пути людей на серебряные монеты, специи и китайский шелк. Но на самом деле этот путь был очень опасен даже для викингов, особенно там, где им приходилось тащить свои корабли по суше, ведь они были чужаками на чужой земле без каких-либо союзников. Поэтому разумным решением для многих стало осесть вдоль реки и просто торговать с проходящими мимо кораблями. Так вдоль Волги и Днепра начали возникать скандинавские поселения. А затем нормандская теория говорит нам о том, что власть над этими землями оказалась в руках скандинавской династии Рюриковичей. И так появилось государство Русь. До этого Русью называли самих скандинавов, а потом их стали называть варягами. Викинги Рюрика начали серию военных походов на Константинополь. Перспектива завоевания этого великого города была такой же грандиозной, насколько и нереальной. Это был богатый торговый центр с большими стенами, армией и флотом, у которого был греческий огонь. Но эти походы все равно заканчивались хорошо, потому что каждый раз они в итоге приводили к торговым переговорам и к более выгодным сделкам. Возможно, на то и был расчет, ведь в случае победы они захватят крупный торговый центр, а если проиграют, то получат более выгодный договор. Эти торговые связи с Византией усилили Русь. А еще у Руси было то, в чем Константинополь нуждался так же сильно, как в рабах, меде и мехах. Солдаты. Эти ранние набеги произвели впечатление на византийских военных, и Византийская империя утопила их в золоте, создав Варяжскую гвардию. В мирное время они служили элитными телохранителями императора, а на войне возглавляли нападения и высадки на берег. Контакт с Византией изменил Русь. Поколения сменялись, культура Руси развивалась и все больше отклонялась от скандинавской. Скандинавы продолжали править как меньшинство и военная элита, поэтому им приходилось приспосабливаться к местным обычаям и вступать в смешанные браки, чтобы сохранять власть и союзы. Одна из самых влиятельных правительниц, Ольга Киевская, по некоторым источникам, вероятно, была славянкой. Она была втянута в политику, когда ее муж, один из сыновей Рюрика, погиб в споре из-за Дании. Древляне казнили его самым безумным из возможных методов. Согнули два дерева, потом привязали к каждому по ноге и отпустили деревья. А после этого они предложили Ольге выйти замуж за их князя. То, что потом сделала Ольга, возможно, преувеличено, но стало легендой. Сначала она заживо похоронила послов, которые пришли с этим предложением, а потом отправила их князю письмо с согласием и с просьбой прислать лучших людей, чтобы они сопроводили ее. Когда они прибыли, она отправила их мыться в баню и сожгла ее до тла вместе с ними. Затем отправилась к древлянам. Сказала, что послы, которых они отправляли, тоже скоро прибудут. А пока что попросила древляну строить поминальный пир по ее покойному мужу. Как только все напились, ее дружина начала резать их. В следующем году Ольга уже пошла в настоящий поход против древлян и обложила их земли данью. Проблема возникла только с главным городом. Осада шла долго, и тогда она сказала, что вместо дани в знак примирения хочет птиц с каждого двора города. Древляне принесли ей птиц, Ольга привязала к их лапкам тлеющие тряпки и отпустила. Птицы полетели домой в город и сожгли его. Эта история, скорее всего, фольклорная, но суть явно была в том, что с Ольгой шутки плохи. Кстати, она установила еще более тесные связи с Константинополем, приняла христианство и поощряла строительство церквей и монастырей на территории Руси. Остальные не спешили отказываться от своих языческих верований, но ситуация менялась. Внук Ольги, Владимир, не только принял христианство, но и сделал его государственной религией. С тех пор эти земли стали культурно-славянскими, а религиозно-восточно-православными. Но и это еще не все. В следующем заключительном ролике мы обсудим еще несколько мест, на историю которых повлияли викинги. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий, ведь чем их больше, тем быстрее выйдет следующее видео. Подписывайтесь на соцсети по ссылкам в описании. Спасибо за просмотр и спасибо за поддержку.